Теперь второй вопрос, опять же, отталкиваясь от талака. Есть мнение, что талак бида'и ла яка. То есть талак бида'и – это какой талак? Это когда, так скажем, у супруги были тот цикл, период месячных, если в этот момент муж не дал талак, считается он или нет. Есть мнение, что не считается. Потом, когда она очистилась, и у них была близость, и потом сделал талак, тоже не считается. Одно из мнений – это талак бида'и. Есть другое мнение – нет, это мнение считается. Талак сакран, например, развод, стахфорула, пьяного человека. Часто тоже приходит, говорит, вот я был пьяным и сказал талак. Считается он или нет? Да, он считается. Ученые считают для того, чтобы литадиби, чтобы его проучить. Но если он опьянел, скажем, не специально, так скажем, опьянел, например, ему там подлили, например, если такое бывает, или там шариат, он все разосмотрел, все, то есть тонкость, если ему подлили или он выпил какое-то лекарство, это ему как бы от этого опьянел, то это не считается. Но если он специально номеровался, сделал харам, пил алкоголь, и после этого дал талак, это считается. Также если он был, если был бы пьяным и сделал какое-то преступление, его бы судили. Теперь вопрос, дай Аллах, чтобы меньше было талаков на земле, но однако это случается, если муж жене дал талак, и он хочет его вернуть. Если муж женой развелся, он ее хочет вернуть. Что ему делать? Аллах Субханава Та'ля в Коране сказал, «У алмуталякату это раббасна бьяна, фуси хинна саласата куру». То есть разведенные женщины, у них есть «идда саласата куру», три куру «кара». «Кара» Ибн Аббас сказал, «уа тухр». То есть «кара» это очищение. Вот если в период трех, так скажем, в тридцикломесячных, когда у женщины проходит, если муж жене дал талак, и он ее хочет вернуть, он ее может вернуть в периоде трех ее очищениях без никаха. То есть, например, приходит человек и говорит, «Я с женой развелся, дал талак, хочу ее вернуть, почитайте нам никаха». Сдаешь вопрос, когда ты ей дал талак? Если он скажет, например, пять месяцев назад. Тогда да, нужно новый никах сделать, новый махар. То есть как заново полностью никах. Если он, например, скажет, я с ней неделю назад поругался, развелся, или там месяц назад, два месяца назад, то есть три еще не прошло, тогда здесь никах не нужен. Это называется талак раджаи, то есть он ее может вернуть. Бил кауля у фи'али, словом или действием. Например, словом, я тебе вернул, и она возвращается. Это что касается талака. И талак также бывает часто в гневе. Задают вопрос, талак в гневе считается он или нет. Гнев тоже бывает разный. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи, салям, сказал, «Ля талака фил игляк». Нету талака, нету развода во время игляк, во время игляка – это сильный гнев, когда у человека бывает состояние аффекта, он не понимает, что говорит. То есть до того он зол, до того, в таком он гневе, что, так скажем, слово самого вылетает, человек не соображает, что говорит. Потом он говорит, что я сделал, что я сказал с тобой, неужели я талак сказал? То есть не понимал то, что говорил. Но если гнев, так скажем, человек может себя держать, просто был злой и сказал, талак, то он считается. Считается сразу. Поэтому, уважаемые братья и сестры, что я хотел сказать из этого общего. Мы должны быть бдительными, не спешить что-то выкрикивать, говорить, потому что часто потом человек сожалеет. А бывает такое, если это повторилось три раза. То есть, например, даже если он сказал, там миллион талаков тебе, считается, если за один, взять мнение, что он считается за один, потом вернул и опять развелся, потом вернул и опять развелся, все, больше он не сможет на ней жениться, пока она не выйдет замуж за другого. Если потом с ним уже разведется, потом она может вернуться. Здесь еще хотел бы дополнить одну вещь. Некоторые, астафруллах, этим занимаются. То есть, например, три талака было, и он говорит ей, выйди замуж за одного-то, за другого. Потом тот ему говорит, разведи с ней и возвращайся обратно. То есть, эта игра с религой Аллаху, это неправильно, потому что тот талакниках, который, например, он хочет свою вернуть жену, но понимает, что она не может к нему вернуться только после того, как выйдет замуж за другого, и если он с ней разведется, потом только она может вернуться. Специально это делать нельзя, так скажем, там ее выдавать замуж за кого-то, потом разводить. Это называется тахлиль в шариате. То есть, он ее для тебя делает халяльной. Пророк Мухаммад, саллаху алейхима салям, сказал, Аллах проклинает, кто этим занимается, того, кто дает свою бывшую супругу для тахлиля, чтобы выйти замуж за другого, вернуться. И тот, кто ему помогает, он тоже под проклятием Всевышнего. Потому что изначально их никах не считается никахом, а талаком. Почему? Потому что они едят, не чтобы жить вместе, а не чтобы развестись. Не чтобы развестись. Поэтому, имейте в виду, что после трех талаков она может к тебе вернуться, если выйдет замуж за другого, потом разведется. Если она вышла замуж, по любви и все, как женятся обычно люди. Потом, если что-то вдруг между их семьями что-то произошло, и они тоже развелись, и прошла у них вот это три очищения. И потом, она хочет выйти за него замуж, вернуться, то тогда это дозволено. Аллаху а'аламу, салаллаху а'ля Набиину Мухаммаду, а'ля алейкум и сахабе, и сахабе, и сахабе, и сахабе.